Соревнования по теннису среди работников общества Роснефт-Сахалин-Моннефтегаз и структурных подразделений являются очередным этапом корпоративной спартакиады. В этом году погонять ракеткой мяч выразили желание 21 человек от 6 предприятий. Аппарат управления общества Роснефт-Сахалин-Моннефтегаз, общество Роснефт-Сахалин-Неприморнефт, управление магистральных нефтегазопроводов, Ахинская ТЭЦ и управление энергетики. Соревнования проходили в спортивно-оздоровительном комплексе «Дельфин». Ребята, уважайте друг друга, и я очень бы хотел, чтобы соревнования у вас проходили в дружественной обстановке и с улыбками на лице. Уважайте друг друга, не забывайте, что вы коллеги не только в теннис, а и на работе. Всем желаю удачи, пусть победят сильнейшие, настроение вам отличного, замечательное весны, здоровья и счастья. Всех поздравляю с началом соревнований. Я вам желаю прежде всего честной игры и честной победы. В числе игроков были и спортсмены, и любители. И те, кто играет не первый год, и те, кто практически первый раз держал в руках ракетку. По результатам турнира первое место заняли спортсмены обособленного подразделения управления добычей нефти и газа. Второе – теннисисты Ахинская ТЭЦ. Третье – команда общества «Сахалин-Неприморнефть». В каждых соревнованиях сейчас очень много народа. Ну и народ может потянуться к спорту. Это идет, так сказать, и политика самой Росники, и политика нашего государства. Более принимаем, как говорится, здоровый образ жизни. Каждый год, да, участвуют наши организации. Привлекает, ну, чем привлекать? Я даже не знаю, просто нравится сам процесс, наверное. Ну и за свою организацию стоит, как бы, да, вот поучаствовать, поддержать. Ну а участники все сильные, все хорошо подготовлены, все молодцы. К сожалению, у нас неплохо популяризируется спорт, в частности, на основе теннис. Поэтому в основном тут есть костяк, который постоянно тренируется, ходит. Они, да, на каком-то уровне еще играют. Остальные – это, к сожалению, просто для массы. Но это тоже хорошо. Какой относится к корпоративной спорте, а дискорту, компания? Очень положительный. Для здоровья полезно и, как бы, пообщаться с другими, с дочерними предприятиями, с другими спортсменами. В личном первенстве среди мужчин призерами стали Денис Путилов, Александр Пухов и Михаил Мамонтов. Среди женщин Ирина Приеменко, Елена Литошенко и Анастасия Базелюк. Победителям вручили кубки, медали, дипломы и ценные призы. По результатам турнира будут отобраны лучшие спортсмены, которые поедут защищать честь нефтяников Северного Сахалина на региональном этапе спартакиады нефтяной компании «Роснефть». АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ